Молитва на иных языках вместе с Духом Святым. Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова по знанию. Братья, сестры, вспомним наших детей. Они всегда нуждаются в нашей помощи. Я смотрю за окном на детскую площадку. Вижу кучу детей. И по окружности родители. И родители, и дети на детской площадке. Что родители делают там? Они смотрят за детьми, контролируют, чтобы у ребенка все было хорошо. И если нужна помощь, они всегда будут рядом. И мы, люди, бесспорно, тоже слабы во взаимоотношениях с Богом Отцом. Поэтому есть Иисус Христос и Дух Святой. Молитва на иных языках вместе со Святым Духом – это молитва, который Бог Отец дал нам, восполняя наше неумение молиться. Но чтобы молиться Духом Святым, нужно этого хотеть. И апостол Павел говорит, что Дух знает, в чем мы имеем нужду. И Он знает, что мы не умеем молиться. Для человека это немощь, слабость, недостаток. Молитва – буквально одно из служений Духа Святого для нас. Бог знает, что мы не умеем. И поэтому Дух Божий, который внутри нас, сам молится за вместо нас. В этом видео мы поговорим, что такое дар иных языков, как его получить, а в следующем – препятствия для принятия этого дара. Хотите молиться в Духе, но не можете найти слова? В этом обучающем видео мы исследуем дар молитвы на иных языках и то, как Святой Дух ходатайствует за нас в наших слабостях. Узнайте больше об этой мощной форме молитвы и о том, как она может покрыть ваши нужды и укрепить вас. Не упустите эту возможность углубить свою молитвенную жизнь. Подпишитесь на больше контента о говорении на иных языках, молитве и Святом Духе. Молитва на иных языках вместе с Духом Святым. Бог сам молится за нас. Иные языки – молитва. Послание к римлянам, откроем 8 главу, стихи с 26 по 29. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Это послание к римлянам, 8 глава, стихи с 26 по 29. Здесь апостол Павел говорит, что Дух знает, в чем мы имеем нужду. Друзья, это радостная весть. Дух Святой знает, что мы не умеем молиться. Для Бога это немощь, слабость, недостаток. А для нас молитва – это одно из служений Духа Святого для нас. Бог знает, что мы не умеем. И поэтому Дух Божий, который внутри нас, сам молится за, вместо нас. Откуда Он знает, за что молиться? Он внутри нас, рядом с нашей душой и духом. Он, несомненно, знает все наши нужды душевные, духовные, физические. И все приносит в молитве Богу, сам, за нас, вместо нас. Друзья, как это прекрасно! Для чего это нужно? Во-первых, наполненность Духом Святым. Во-вторых, захотеть иметь этот дар Духа Святого и получить его. Быть исполненным Духом Святым. Все дети Божьи после Дня Пятидесятницы имеют исполненный Духа Святого. Второе, это нужно захотеть иметь этот дар Духа Святого иные языки. Этот дар человек может иметь, а может и не иметь. Да, Духом Святым человек исполнен. Но даров Духа Святого для человека и его служений много. И каждому дано по мере надобности служению в теле Христовом. Например, все ездят на машинах, все, но один за рулем, другие на задних сидениях. Быть водителями и иметь права нужно не всем, только по необходимости. И для этого они прилагают много усилий. Или не так? Так и с дарами Духа Святого, по мере необходимости, прилагая усилия и применяя их. Но это все для служения в теле Христовом. Дар иных языков для общения. Дар молитвы на иных языках для общения с Богом. Это для утверждения и силы самому человеку. Для его общения с Богом Отцом Небесным. Чтобы правильно, на Божьих условиях, на Его языке прийти к Нему и рассказать о нуждах и радостях человека. И это и есть дар Духа Святого иные языки. Ну и, конечно, это знамение. Знамение для окружающих и самого человека. Для окружающих в том, что человек имеет то, что обычные люди не имеют для человека, и что он точно имеет Духа Святого внутри себя, утверждение и уверенность. И знамение – это также знамение Духа Святого, Его служение. Откроем книгу «Деяния 2 глава» стих 4. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Деяние 2 глава 4 стих. Помните? Римлянам 8 глава 26 стих. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух одотайствует за нас воздыханиями неизреченными». Так в послании 1 Коринфянам 14 главе стих 26. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию» 1 Коринфянам 14 глава 26 стих. «Иные языки к назиданию, как самого человека, если человек дома лично молится, так и в церкви, и в собрании». Как получить дар иных языков или молитва на иных языках вместе с Духом Святым? Друзья, хочу поделиться очень важным. Этот дар сами вы получить практически не сможете. Это может быть только под специальным видением Духа Святого. А так, только в церкви с возложением рук и с теми, кто уже говорит и имеет этот дар. Есть большие препятствия и на собраниях молитвенных с получением этого дара. Но если вы сами хотите получить, это практически невозможно. Тут нужно принятие веры, которая передается через тех, кто рядом с вами молится. А если вы сами хотите, то у вас включится разум. А это одно из препятствий. Нужно обязательно идти в церковь. И тут важно желание, как и во всех дарах служения. Если вы хотите, получите. Если нет, то и не нужно. Насильно человек этот дар не получит. Нужно осознавать. Этот язык – это Дух Святой. Это не человек молится. Человек только произносит фразы. Как и духовая труба. Она не сама играет. Человек задает, какие звуки будут исходить из трубы. Если не хотите этот дар, то и не нужно. Мы знаем, есть много десятков, сотен тысяч людей без этого дара. И они тоже будут спасены. Главное – вера в Иисуса Христа и быть Детем Божьим. Но что делать, чтобы получить даренных языков? Во-первых, прийти к служителям, чтобы они помолились за вас с возложением рук. Во-вторых, молитесь вместе с ними. Обязательно молитесь вместе с ними. Открывайте свои уста и произносите те звуки, которые произносятся. Не пытайтесь понять, что вы говорите. Не получится. Теперь для этого нужен дар истолкование. Ваш разум может быть препятствием для этого дара. В-третьих, молитесь дома сами. Когда вам приходит желание молиться, всегда открывайте свои уста и говорите те звуки, которые выходят. Друзья, с трубы тоже выходят непонятные звуки, ноты. Только если слушать все вместе, можно услышать мелодию. Когда вам приходит сильное желание за что-то или кого-то молиться, молитесь умом. Обязательно перечислите, проговорите, за что именно молитесь и за кого. А если просто молиться, молитесь Духом, молитва на иных языках. Это когда ваш Дух хочет общаться с Богом Отцом, что на небе. Отдайте это Духу Святому. Он лучше знает наши потребности. Этот дар, чем больше будете молиться, тем больше будет становиться для вас естественным. Он может в течение жизни меняться. Не бойтесь, все хорошо. Препятствия для принятия дара. Во-первых, разум. Во-вторых, страх. За молитву на иных языках я буду заканчивать. Это личная молитва дома. Это когда мы не знаем, за что молиться, а внутри есть желание. То это наш Дух хочет говорить с нашим Отцом Небесным. Не будем препятствовать Ему в этом. О препятствиях в принятии и молитве даром иных языков более детально в следующем видео. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени. Смотрели, что говорит апостол Павел. Библия о молитве на иных языках вместе со Святым Духом. А именно, о молитве на иных языках, как она помогает нам в жизни. А вообще, это одно из многих видео о личной ходатайственной молитве Богу. А следующее видео будет о молитве Иисуса Христа, как пример для нас. Более того, мы еще много будем говорить на теме молитвы, освобождения, духовного мира, Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. Друзья, когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям под этим видео, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. Между прочим, если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь.